МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире дневной выпуск новостей. В студии Дина Жанабекова и моя коллега Булбул Калнур-Казе. Смотрите сегодня в выпуске. Рост количества ДТП, незаконный ввоз иномарок и проблема бытового насилия. Касымжимар Тукаев раскритиковал упущения в работе госорганов. Какие еще вопросы президент поручил держать в особом фокусе внимания? Критика работы правительства и 25 новых законов. Депутаты подвели итоги работы обновленного парламента. Подробности в выпуске. Льготная ипотека для молодежи. Кто вошел в список претендентов на жилье по программе Алматы Жастаре? Начинаем выпуск. 300 убийств совершили домашние тираны за последние два с половиной года в Казахстане. Такую печальную статистику озвучил Касымжимар Тукаев, выступая на коллегии МВД. Он отметил, что нужно уделить особое внимание проблеме семейно-бытового насилия. По данным ведомства, за последние два года в стране зарегистрировали почти 900 фактов причинения тяжкого и свыше 800 случаев среднего вреда здоровью. К административной ответственности стражи порядка привлекли порядка 37 тысяч человек. Корни многих социальных болезней, в том числе и преступности, зачастую берут начало в неблагополучных семьях, в которых атмосфера насилия деформирует сознание и психику детей. Поэтому органы правопорядка могут и должны играть ключевую роль в трансформации системы ценностей и моделей поведения людей. То есть роль МВД ни в коем случае нельзя преуменьшать. Ваш вклад должен быть абсолютно значимым. Президент подписал закон, вводящий жесткие ограничения для самокатчиков. Согласно закону, электросамокаты признаются транспортным средством. Для того, чтобы передвигаться по городу, будут необходимы права, шлем и светоотражающая одежда. На двухколесном транспорте запрещается перевозить грузы и пассажиров. При этом его максимальная скорость должна достигать не более 25 км в час. Теперь водители этого вида транспорта должны двигаться по велосипедной дорожке. При их отсутствии допускается движение электрических самокатов по правому краю проезжей части дороги. Депутаты попрощались с парламентом до сентября. Народные избранники закрыли первую сессию восьмого созыва. Впереди их ждут поездки по регионам и отпуск. За время работы в обновленном составе парламентарии приняли 25 законов. Далее Насипова расскажет, чем запомнилась эта сессия. После выборов обновленный состав Можелиса отработал 100 дней. Принципиальное отличие этой сессии в том, что и верхняя, и нижняя палаты пополнились новыми депутатами. В Можелис впервые прошли одномандатники, представители шести партий, в том числе оппозиционные. Председатель Можелиса Ерлан Кошанов отметил, что это самый молодой состав за всю историю независимого Казахстана. Так как 13 депутатов младше 35 лет. В ходе этой сессии прошло три совместных заседания палат парламента. 12 общих заседаний в Сенате и 15 в Можелисе. На них рассмотрено более 120 вопросов и 82 законопроекта. Принято 25 законов. 13 из них подписал президент. Одним из наиболее ярких и обсуждаемых законов, которые приняли депутаты, стал закон о возврате выведенных активов. Буквально накануне его одобрил Сенат и он ушел на подпись к главе государства. С помощью прописанных в нем механизмов госорганы будут стараться вернуть в страну порядка 160 миллиардов долларов. Депутаты со стажем отмечают, что новички вносят ощутимый вклад в работу парламента. По закону о возврате из законов выведенных активов, видел, что очень часто по тем предложениям, которые вносила фракция Ахжелл, нас поддерживали именно депутаты, избранные по адаптаму, а парламентская большинство голосовало против. Так что мы от них пользу видим. Многие депутаты ставят низкую оценку эффективности правительства. Некоторые даже голосовали против кандидатуры действующего премьер-министра. По словам мажорисменов, многое нужно менять и совместно работать над решением проблем. Удовлетворительно это тройка. У нас была беседа непосредственно на эту тему, где мы говорили, что мы будем делать. Тогда мы сказали, что мы должны своим комитетом, к примеру, просто переставлять ноги в министерство. По-другому как. И будем указывать на ошибки, подсказывать какие-то правильные шаги. В течение месяца депутаты будут ездить по регионам, встречаться с населением, затем уйдут в отпуск. К работе в парламенте они вернутся в сентябре. Далее на Сипова Нурлану, Тиген Ринату, Теев, телеканал Алматы, Астана. 37-летний мужчина погиб в результате столкновения легковушки с грузовиком в Жаркенте. ДТП произошло на улице Головацкого. По данным полиции, автомобиль марки Toyota Camry врезался ночью в припаркованный грузовик. Удар пришелся прямо в топливный бак большегруза, что привело к возгоранию обеих машин. К сожалению, 37-летний водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия. Назначены экспертизы. В Шымкенте спасатели вытащили водителя живым из искореженной кабины КамАЗа, упавшего в яму. Инцидент произошел на перекрестке рядом с рынком Алаш, где проводятся работы по строительству подземной дороги. Водитель 89-го года рождения из-за неосторожности врезался в бетон и в результате столкновения оказался зажатым в смятой кабине грузовика. При помощи специального оборудования спасатели сумели освободить пострадавшего мужчину. В его спасении принимали участие 5 сотрудников ДЧС и 11 пожарных. На место происшествия было направлено 4 единицы специальной техники. Мужчине оказали медпомощь. Предполагаемый организатор финпирамиды QNET в Казалардинской области водворен в ИВС. Об этом сообщили в агентстве по финмониторингу. Следствие установило, что подозреваемый руководил организацией с 2020 по 2021 год. За этот период он вовлек в компанию 38 человек, вложивших в нее более 46 миллионов тенге. Ведется следствие. Сегодня подвели итоги программы Алматы Жастары. Как сообщили в городском управлении развития коммунальной инфраструктуры, предварительное одобрение получили свыше 3600 человек. В зависимости от набранных баллов, 1100 претендентов получат направление для подтверждения платежеспособности в отбасы банк. Остальные же участники будут находиться в резерве. Напомню, прием заявок на льготное кредитование проходил с 15 по 31 мая. Всего в отборе приняли участие больше 11 тысяч работников в сфер здравоохранения, образования, СМИ, правоохранительных органов и других. Более 500 обращений от алматинских бизнесменов по различным вопросам, в том числе и по фактам незаконных действий госорганов, поступило в нацпалату Атамикен за прошлый год. Об этом говорили на встрече, посвященной проверке субъектов предпринимательства. Бизнесмены, санэпидемиологи, прокуроры поднимали проблемные вопросы, возникающие между бизнес-сообществом и различными госструктурами. При содействии прокуратуры города пресечено свыше 50 попыток незаконного вмешательства со стороны различных структур. Для защиты прав бизнеса запущен пилотный проект по созданию мобильных групп. Теперь для обращения с жалобой на незаконные действия предпринимателям достаточно отсканировать QR-код и в несколько кликов на смартфоне оформить обращение в надзорный орган. Размеры штрафов для предпринимателей достигают до 500 МРП, поэтому вопрос законности проверок стоит очень остро. Важно, чтобы представители госорганов не действовали выборочно, проводя несанкционированные проверки под эгидой различных объединений и движений. 2 июля в Казахстане отметят национальный день дамбры. В Алматы уже проводятся первые мероприятия по случаю праздника. В городской библиотеке имени Чехова сегодня прошел торжественный концерт дамбристов. С импровизированной сцены выступили ученики музыкальных школ и известные мастера национального инструмента. К слову, праздник в честь национального инструмента отмечается в Казахстане ежегодно с 2018 года в первое воскресенье июля. Наша главная цель – это популяризация казахского национального инструмента дамбры. На сегодняшний день в наших библиотеках работают 11 секций по обучению игре на этом инструменте. Туда могут обратиться все желающие, независимо от возраста. Дамбра – это музыка Казахстана, неотделимая от наших традиций, культуры и истории. И этим мероприятием мы решили выразить свою дань, уважение и почет. Именно когда играешь на дамбре, гравитация как будто не работает и мысли абсолютно свободны. В честь праздника дамбры меня сюда пригласили. Я очень рад сыграть в этом празднике и это для меня огромная честь. Юные гении со всей страны собрались на 11-е республиканские соревнования по ментальной математике. В интеллектуальном конкурсе приняли участие более 200 детей от 5 до 12 лет. На кону право представляет Казахстан на международном первенстве, которое пройдет в этом году в Малайзии. Мы очень счастливы, что приехали на республиканские соревнования, что после пандемии мы впервые собираемся. Мы хотим показать хорошие результаты так, чтобы оказались в Малайзии и чтобы среди 87 стран мира Казахстан был на первом месте. Инициаторами мероприятия выступила Международная академия ментальной арифметики совместно с городским филиалом партии Аманат. На этот раз конкурс математиков провели в Национальном университете имени Каныша Сапаева. Мы стараемся всячески поддерживать интеллектуальное развитие детей. Уже со школьной скамьи важно прививать соревновательный опыт и любовь к точным наукам. В этом плане конкурс по ментальной арифметике дает большие возможности для достижения значительных результатов, которые будут полезны и в будущем. На этом у меня все. Не пропустите итоговый выпуск новостей в 19.30. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин